Славянская молодежь – это, конечно же, будущее нашего муниципалитета. Они учатся, занимаются общественной деятельностью, работают и создают семьи. Очень важно, чтобы их молодая энергия была направлена в правильное русло. А для этого нужно держать руку на пульсе молодежной жизни, знать и решать текущие проблемы. Об этом в нашем следующем репортаже. Состоялось заседание круглого стола с молодежным активом филиала Кубанского госуниверситета по вопросам реализации полномочий органов местного самоуправления. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский, глава Славянского района Роман Синеговский и его заместители, председатель Совета района Григорий Литовко, глава города Александр Берсенев приняли участие в серьезном разговоре со студентами филиала университета и его директором Ольгой Леус. Глава Славянского района Роман Синеговский сразу же подчеркнул важность такой встречи. Рад всем этим встречам. Славянском Кубани молодежный город. И понимаю, что мне как главе со своей командой, мы обязаны заниматься всеми направлениями развития наших отраслей. И нам очень важно, чтобы молодежь сегодня была воспитанная, чтобы была грамотна, с образованием, чтобы на перспективу создавались рабочие места в экономике. Хотелось бы, чтобы вы возвращались в Славянский район, потому что здесь у нас традиции свои, значит, устои. И вот хотелось бы, чтобы была правильная преемственность. Депутат ЗСК Виктор Чернявский вручил благодарственные письма комитета законодательного собрания по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи за разработку и внедрение электронной информационно-образовательной среды в учебный процесс заместителю директора филиала Станиславу Познякову и начальнику информационно-вычислительного центра Владимиру Ткаченко. Он отметил, что для молодежи в Славянске-на-Кубани созданы условия для учебы, для профессионального роста. Здесь можно найти дело по душе и строить свою жизнь. Вот эта беседа, она, на мой взгляд, и знаменательная, и она в какой-то смысле рядовая, потому что всегда, во все времена власть в Славянском районе прислушалась мне молодежи, и такое дело, он и старается, скажем так, постоянно. Нам интересны ваши мысли, ваши виды. Я когда был у вас, мы увидели вот преподавателями и студентами вуза, разработана электронная платформа, такой персонального, что ли, хода и роста студента, да? Мы договорились и показали ваш опыт всему краю, да? В ходе живого и заинтересованного диалога обсудили такие вопросы, как лучше организовать занятости, досуг молодежи, возможно ли молодым семьям самостоятельно приобрести жилье, целесообразность организации практики студентов в органах местного самоуправления. Все многочисленные молодежные инициативы и дела находят поддержку и доброе содействие со стороны представителей власти. Молодой человек, написав проект, может получить финансовую поддержку для своей идеи с федерального бюджета. В этом году было подано 19 заявок Славянского района. В декабре 2021 года стартует первый проект «Кубанская школа инноваторов». В нем принять участие учащиеся студенты у 14-15 лет. В 2020 году первое место занял студент Славянского технологического техникума и получил 20 тысяч рублей. У него был проект «Вкусная компля, молекулярная кубка». А второй месяц занял студент Славянского соцсо-хозяйственного техникума и получил 15 тысяч рублей в качестве поощрения. С заботой о молодежи продиктованы многие действия власти. Большой шаг вперед сделан в благоустройстве, благодаря которому наш город стал по уровню комфорта одним из лучших на Кубани. В ходе диалога не обошли вниманием проблему качества дорог, состояния тротуаров. Все это очень важно, и этой работе уделяется постоянное внимание. Роман Сенеговский рассказал о том, чем живет район. В ходе встречи дал несколько поручений специалистам по решению озвученных молодежью вопросов. Поддержал ряд интересных инициатив студентов. Глава Славянского района пожелал собравшимся идти к своей цели, не бояться трудностей. Молодость – это самая прекрасная пора, время поиска своего места в жизни. «Будете работать. И параллельно все равно. Работайте, ну, налево-направо всегда смотрите, читайте, изучайте, где лучше, что сердце желает, может быть, какую-то немножко и другую профессию. Ничего страшного. Время быстро пролетит. Жизнь большая. А если там где-то будет доучиваться, или подучиваться, или переучиваться, или, ну, вы поняли, о чем я говорю, убег же ее кучись, как мы говорим, да? Не стесняйтесь, потому что время быстро пролетит, а вы еще знания определенные получите, навыки определенные получите. И вот дорогу осилит идущие. Главное – настраивать себя на труд». Разговор на чистоту был очень полезным для всех, поскольку позволил обменяться мнениями, прояснить позицию и потребности молодых людей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин